Даже по предварительным подсчетам ущерб огромный – десятки миллиардов рублей. Большая вода на Дальний Восток вместе с собой принесла большие проблемы. В списках пострадавших от наводнения уже больше ста тысяч человек, тысячи домов потоплены. Люди остались без крова, теплых вещей, под водой и весь урожай нынешнего года. Короткое рабочее совещание в кабинете у Александра Ткачева. Вместе с заместителями и главами краевых министерств губернатор обсуждает, как и чем Кубань может помочь сегодня регионам, переживающим наводнения. Очевидно, что там, где вода уже сошла, задача номер один – восстановить жилье в короткие сроки. А значит, будет большая потребность в строителях. В крае уже формируют бригады для отправки. Строительство нового жилья затянется не на один месяц. И, конечно, люди вынуждены временно покинуть свои дома. И мы должны какую-то часть людей принять у себя. Поэтому прошу Министерства курортов, социальной защиты уформировать банк данных наших здравниц и объектов в социальной сфере, в которых мы сможем разместить всех пострадавших. В первую очередь, дети, старики, инвалиды, многодетные семьи. Но, конечно, далеко не все приедут на Кубань. Многие не хотят покидать свои дома. Нам необходимо сформировать мобильные бригады помощи. И, конечно, людям сейчас нужна любая помощь волонтеров. Мобильные бригады медиков уже готовы к отправке, докладывает заместитель министра здравоохранения. В их составе психологи, терапевты, кардиологи, педиатры. Самые востребованные специалисты в зоне бедствия. Готовы сегодня принять порядка 300 человек. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями, пожилые граждане. И 100 семей, которые могут работать в учреждениях, опекаться учреждениями, но жить на территории нашего края. Как и в ситуации с Крымском, помощь готовы оказать волонтеры. Сейчас формируют целую команду из добровольцев для отправки на Дальний Восток. Сейчас в формированном списке преимущественно разбиваем по специализации, по профессиям. По аналогу, как в Крымске, где нужен физический, мужской труд, где нужен женский труд, где нужны у нас строительные специальности. И в случае, если сразу понадобимся, готовы поехать. 9,5 миллионов рублей для пострадавших на Дальнем Востоке собрали в районах края. В Краснодаре организованы пункты приема гуманитарной помощи. Теплую одежду, постельное белье, бытовую технику, средства гигиены, крупы, консервы и даже стройматериалы принимают по адресам. Улица Рашпилевская, 106. Ливаневского, 195 и Чекистов, 22 ежедневно с 12 часов дня до 10 часов вечера. Всероссийский детский центр Орленок уже принял первую партию детей из затопленных районов. 300 школьников в возрасте от 8 лет приехали в Туапсинский район на 21 день. Но в случае необходимости срок пребывания увеличат. Уже завтра для них в Орленке начнется учебный год. Приемы пострадавших на длительный период готовы центры занятости края. Составлен банк данных вакансий с предоставлением жилья. В Министерстве курортов тоже провели ревизию номерного фонда. Сформирован оперативный штаб. На сегодняшний день у нас есть в резерве 2298 номеров или 5393 места готовы принять. Все готовы помогать. Никто не отказывается. В Сочинском отделении Красного Креста начали сбор денег для пострадавших. Опираясь на опыт Крымска, сотрудники подготовили листовки с обращением к сочинцам и банковскими реквизитами для перечисления средств. За три дня уже собрали 170 тысяч рублей. Есть сегодня решение трудовых коллективов АПК 11,5 миллионов рублей перечислить средства. Министерство сельского хозяйства 328 тысяч и ветуправления миллион. И также по вашему поручению мы сегодня формируем партию продовольствия. В общей сложности товаром и продуктов питания почти 42 тонны. Опыт ликвидации и последствий наводнения у Кубани один из самых больших в стране, чего стоят только прошлогодние события в Крымске. Тогда на виду затопленного города откликнулся весь край и вся страна. До зимы справились. У крымчан было время. У жителей регионов Дальнего Востока этого времени почти нет. Я призываю все кубанские предприятия помочь Дальнему Востоку. Конечно же, я обращаюсь к нашим предпринимателям оказать посильную поддержку. Вспомните, наш край один из первых всегда приходил на помощь. Когда случилось землетрясение в Спитаке, Ленина Кане, мы приняли у себя тысячи пострадавших. В 2008 году, когда произошел конфликт в Южной Осетии, мы также открыли свои двери для детей и женщин и стариков. Сейчас мы должны помочь, потому что по-другому просто быть не может. Мы сделаем все, чтобы люди, географические, находящиеся на окраине нашей страны, за тысячи километров были в центре нашего внимания. Яна Москаленко, Кристина Амрук, Валерий Пятов, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.